Приветствую всех зрителей канала Лего Старс. В сегодняшнем видеообзоре мы с вами посетим выставку, которая проходит на ВДНХ, посвященная, естественно, Звездным Войнам. Что ж, на входе нас встречают штурмовики, я сразу начал снимать. Империя многим нравится, хотя мне, например, больше нравится время, когда правили и управляли галактикой джедаи. И в первой комнате нас встречает совет джедаев, посвященный первому эпизоду. Здесь был весь совет, получается, эпизод был посвящен тому, как Квайгон Джин и Оби-Ван Кеноби пришли посоветоваться, принимает ли мальчика на обучение. И здесь вот я поснимал различных джедаев, таких как Йода вот сидит, был Майс Винду, таких из знакомых Кит Фисто, также Пло Кун. Очень реалистично выполнены фигуры, и я прям советую вам посетить данный музей. Он будет проходить до лета следующего года, поэтому все любители Звездных Войн, как я считаю, должны побывать в этом месте. Крупным планом показываю вам Пло Куна. Сидит вот он здесь на кресле. И если мы продвинемся вот так вокруг своей оси, то увидим уже дроидов. Драйдека, Би-1, а вот в следующей комнате уже Царство Гунганов. Но перед тем, как мы перейдем к ней, я решил вам показать общий вид первой комнаты. Это совет джедаев. И теперь уже переходим к следующей комнате. Эта комната посвящена подводному миру Гунганов. Посередине нас встречает сидящий на троне босс Нас. Такой вот он красавчик. Справа сидят его охранники Гунган. Также здесь есть Джаджа. И различные пошли наряды. Это тоже все по первому эпизоду. Это наряды принцессы Амидалы. Различные. Это очень, кстати, редкая и дорогая вещь. И я, честно говоря, не ожидал здесь увидеть все наряды. Так что они сделаны очень качественно, пошиты. Я даже не знаю, как удалось создателям данной выставки так четко передать наряды. Но мы переходим к следующей комнате. Эта комната также посвящена первому эпизоду. Это уже Татуин. Нас встречает Ситрипио. В его первоначальном обличии он такой здесь еще ржавый. Фигура очень реалистичная. Также здесь есть Джава. Различные дроиды. Ну и справа здесь еще различные наряды. А чуть правее есть сам Кар Энакина. То есть это вообще редкий такой экземпляр. Я не знаю. Скорее всего это один к одному выполнено. Также там есть костюм самого Энакина. В общем данный гоночный пот меня очень зацепил и порадовал. Также я встретил Дарта Мола. Он был здесь в реальный рост. И его небольшой спидер. Переходим далее. Общий вид самой инсталляции. Хочу вам показать также. Здесь под Энакина. Сам Татуин меня очень порадовал. Классно выполнено. Видно что приложили немало сил для того чтобы это все сделать. А здесь друзья вы не поверите. Сам истребитель с набу под названием Н1. Внутри там сидит Р2. Он кстати приведен в движение. А чуть правее можем заметить костюмы тех людей которые находились на набу. То есть это по сути такая полиция. Ну и вот еще раз хочу вам показать сам корабль. Мне конечно он очень порадовал. Не знаю конечно он в реальном масштабе или нет. Но выглядит он прям очень эффектно. А мы передвигаемся в следующую комнату. Здесь комната посвящена уже второму эпизоду. Как можете видеть нас встречает клона в первой фазе брони. Во второй фазе брони. И три зверя с арены Петранаки. Это Аклай, Рик и Нексу. Вот такие три зверя. Они кстати выполнены очень классно тоже. Вроде бы в натуральную величину. Ну и конечно клоны. Это тоже одно из любимых моих направлений. Меня они также заинтересовали. Ну и хочу поближе вам показать зверей. Все-таки тоже выполнены они очень детализировано. И передают то что было показано в фильме. Ну и еще немного клонов. Передвигаемся. Мы с чуть другого ракурса хочу вам показать. Если мы вот так передвинем камеру правее, то увидим уже сепаратистов. Сам Гривус. Джанго Фетт здесь располагается. Магна Страж. Гривус вроде бы изготовлен в полный рост. С плащом. Вот такая вот у него свирепая морда. Передвигаемся далее. Здесь стоит у нас Джанго Фетт и Магна Страж. Тоже выполнены они очень классно и детализировано. Мне всегда было интересно посмотреть на оружие Мандалорсов. А здесь такая возможность. Посмотрели мы с вами стрелы на одной руке. На другой руке огнемет. Ну вот такая здесь инсталляция. Справа здесь костюм получается графа Дуку. Меня заинтересовала сама рукоятка и Палпатина. Вот граф Дуку. Мы передвигаемся к третьему эпизоду. Здесь конечно меньше всего представлено различных сценок. Но вот например Энакин Мустафар. Когда уже Лорд Вейдера превращали в Дарта Вейдера. Получается есть такой набор в Лего даже. Если мы вот так немного прокрутимся вокруг своей оси, то мы попадем к следующим позициям данного музея. Это Дроид Паук и Дроид Би-2. Передвигаемся на второй этаж. И здесь у нас полностью этаж отведен на оригинальную трилогию. На этаже также играла музыка. Решил оставить здесь без озвучки. Просто послушайте ту атмосферу. Вообще в целом во всем музее играла различная музыка под тематику. И в дальнейшем будут еще моменты, когда я буду оставлять без озвучивания, чтобы вы могли прочувствовать атмосферу музея. Но мы подошли к национальным костюмам тоскенов, народу песков. И мне тоже было интересно посмотреть на женский костюм, на костюм ребенка и мужчины. А вот уже империя, друзья. Здесь представлены различные офицеры, сам Дарт Вейдер. Но честно говоря, я не силен в званиях, поэтому те, кто разбираются, обязательно напишите мне в комментариях. Переходим далее. Здесь уже основные персонажи оригинальной трилогии. Это Люк, Лея, Оби-Ван, Чубакка и, естественно, Хан Соло. Мы подходим к очень интересной инсталляции. Я хотел бы, чтобы вы послушали ту атмосферу. Великое усиление приходит к делу, кто не боится искать, и войти, диким не пропадешь. Но есть, за которой мы цепляемся, зависит от нашей всей этой точки. Великое усиление приходит к тем, кто не боится рисковать, и пойти, диким не пропадешь. Да, друзья, это был мудрый магистр Йода. А мы переходим далее. Плавно передвигаемся к пятому эпизоду. Здесь тоже было много интересных фигур. Например, Том-Том и Люк Скайуокер в натуральную величину. Достаточно свирепый и злой зверь. Вот такой вот он здесь представлен. С рогами, двойные ноздри у него. Возможно, чтобы согревать холодный воздух Хота. Небольшое место отведено пилотам Альянса Повстанцев. Вот такие здесь были расы представлены. Сам адмирал Акбар также здесь присутствовал. Мне нравятся различные расы, и поэтому мне тоже данный участок музея заинтересовал. А сейчас вам хочу показать AT-AT. Он, конечно, здесь в уменьшенном масштабе, но все равно смотрится эффектно. Также мне хочется вам показать вампу. Я даже боюсь себе представить, как смог одолеть такого зверя Люк Скайуокер. Он очень внушительных размеров. Также с левой стороны представлен снежный штурмовик, пилот AT-AT. А также меня заинтересовал дроид-зонд, разведчик, который как раз-таки нам был показан в пятом эпизоде. Ну а мы двигаемся далее, и сейчас мы подошли к инсталляции, посвященной Татуину. И это уже шестой эпизод. Бедный Хансол здесь замороженный. Ранкорн представлен. Конечно, он, скорее всего, уменьшенном масштабе, но все равно смотрится классно. Джабба. Также гамрианский стражник здесь присутствовал. Такой вот Боба Фетт. Каждая крапинка, царапинка здесь изображена на его броне и шлеме. Сделано это очень классно и смотрится круто. Также зверек Джаббы, сам Джабба и Ранкорн. Еще мне хотелось показать вам его с разных ракурсов. Ну и далее мы переходим к Эндору. Здесь получается скаут-разведчик, его байк и деревня Эваков у нас пошла. Здесь она, естественно, в уменьшенном масштабе выполнена, но сделано это все очень душевно и классно. Если мы посмотрим, есть здесь вдалеке AT-ST. Знатоки, подскажите, в натуральную величину выполнен шагоход или нет. И здесь представлен костюм Лэи по Эндору. Ну и внушительных размеров деревни Эваков. Меня она также заинтересовала. Классно сделано все. Здесь некоторые Эваки представлены. Например, из знакомых это Тибо. Возможно, вы увидели какого-то еще знакомого Эвака. Напишите обязательно в комментариях. И сейчас небольшой фрагмент я также оставлю без озвучивания. Совсем небольшой уголок здесь был представлен для Мандалорца, но музей только развивается. Возможно, его еще немного расширят. И в конце музея здесь представлено место Палпатина и его Алые Гвардейцы. Тоже классно исполнено. Мне понравилось. Справа здесь немного персонажей по эпизодам 7-9. Кайло Рен. Ну, я так понимаю, сами создатели музея понимают, что это не очень интересно нашей аудитории. На сегодня это все, друзья. Получился вот такой интересный видеообзор. Выставка косплеи в далекой-далекой галактике. Она проходит на ВДНХ. И я очень рад, что мне удалось ее посетить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписан. На этом все. И да пребудет с нами Сила!